здравствуйте дамы и господа по вот такой постановке мы какое-то время назад уже выкладывали ролики где у нас сначала по рисунку был рисунок обнаженной фигуры затем фигуры как раз в этом костюме на раннее средневековье и была живопись фигуры обнаженной да и вот собственно говоря теперь мы эту же постановку уже попробуем здесь написать съемка достаточно давнишняя поэтому я заранее прошу прощения за то что здесь еще не было видно ни палитры не собственно говоря угол не очень отрегулирован потому что эти к сожалению большей части там многое загораживает вот и соответственно сейчас у нас будет наноситься линейный рисунок вот для чего нужны такие постановки до сразу несколько смыслов то есть ты чего вообще нужны постановки интересные исторические да и в этом плане почему хорошо обращаться к реконструкторам слава богу сейчас это движение достаточно распространенное и потихоньку удается уже кого-то из них заполучить в качестве портретируемых в качестве позирующих потому что конечно сразу же это делает постановку интересные сразу же мы видим что перед нами живая история такая да и как бы мы погружаемся с вами сразу воображение своем данные многие многое времени назад и в интересные всякие эпохи это очень важно а почему желательно вначале делать постановки почему желательно почему полезно делать постановки одни и те же вначале обнаженную фигуру затем фигуру в одежде для того чтобы вот родилось ощущение связи связи между собственно говоря фигурой и одеждой да потому что первое время к сожалению человек просто одежду рисует вот а что такое работающие сквозь одежду фигура это конечно же не кожа да то есть имеется ввиду что работает именно фигура то есть не просто тело да это не кожа это не значит что вот мы должны делать вид как будто одежда это вся обтягивающая иногда в некоторые эпохи пытались изображать вот а это означает что просто вот эта одежда до ее положение в пространстве она задана фигурой и соответственно поза поза этой фигуры то есть по сути это и есть движение что такое движение это расположение осей фигура так вот поза она работает через через одежду то есть одежда положение одежды в пространстве но задана как раз положением тела вот положение тела если его обобщенно представить то это положение оси то есть получается что положение оси она через одежду работает можно так сказать но опять же каком плане работает не в том плане что как будто одежда куда-то прилегает в том плане что одежда не случайно занимает такое положение то есть одежда занимает как бы эту позу фигуры эту позу человеческую Потому что это поза заданной фигурой. Так вот, дело в том, что эта мысль, она как бы умом, в принципе, понятна, но она первое время совершенно непонятна нам физически, что делать. То есть, в любом случае, сколько эти вещи не объясняй, первое время именно срисовывание одежды и будет. Тут ничего не поделаешь. Но почему важно об этом говорить? Потому что, как в очень многих областях, несмотря на то, что обучаемый не может сразу проявить то, что требует, все равно требовать надо. Потому что постепенно человек, то есть, вектор задать, постепенно человек придет к мысли, что да, вот надо думать таким образом, надо вынедоположно, надо обеспечить наличие таких-то качеств. Не могу, не важно, все равно пробуй и на эту тему размышляй, чтобы это постепенно было. Как хочешь. Вот такой вот момент. И, соответственно, видите, что мы начинаем линейный рисунок, но он сейчас чуть попозже будет, он виден, да? Мы начинаем именно точно так же, как набросок, то есть, начинаем все с положения оси. Вот. Можно так делать, можно не делать. Это понятно, что можно и от пятна рисовать. И, собственно говоря, в живописи вообще мы можем, то есть, не только фигуры, но и натюрморта, чего угодно, портрета, да? То есть, там, где осей никаких нет, но... Человеческих, да? Тем не менее, или почти нет, тем не менее, мы можем начинать как от рисунка в начале, да? Так и от пятна. Вот. Преимущество работы от пятна на то, что мы сразу задаем колорит, и постепенно все, как бы, конкретизируется. Преимущество введения от рисунка, то, что все-таки этот конкретный рисунок будет задан, мы сможем на него посмотреть. Вот. Особенно это применительно к фигуре актуально, ну, а вообще это актуально применительно к тому, что для вас по рисунку представляет некоторый напряг. Вот. Поэтому можно делать от пятна, когда люди уже какое-то время от рисунка поделали. Да? Вот. Потому что если сразу просто делать от пятна, ну, просто будет все сырое, человек устал, ничего не успел, да? Потом ты ему говоришь, ну, давай, а где у тебя оси? А он говорит, а я уже не могу, я уже выдохся. Вот. Поэтому, конечно, вначале вот нужно делать вот лучше таким алгоритмом. Ну, я думаю, что и, собственно говоря, в других наших разделах, там, где просто живопись обнаженной фигуры, где рисунок, вы тоже увидите разные подходы. Это идущие от, скажем так, от рисунка, от наброска и идущие просто от пятна. От пятна уже тогда, когда освоено, когда сама рисунок читает часть работы, она не представляет сложности, да? Вот такой вот момент. Вот. Ну, и, конечно, для того, чтобы примитивно к фигуре, это было, не представляло особой сложности, нужно какое-то время поделать от рисунка, а делать вот так вот от рисунка можно когда? Когда в рисунке карандашном уже тоже более-менее немножко мы фигуру начали осваивать, и уже есть достаточный опыт посещения набросков регулярных, да, с натуры. Это очень важный момент. Вот. И в этом контексте я хотел бы напомнить, что все-таки наши ролики, они не предназначены для того, чтобы просто срисовывать за нами с экрана, не прикладывая никаких усилий по рисованию с натуры, да? Потому что сейчас участились случаи, когда люди говорят, вот я по вашим роликам занимаюсь уже месяц, посмотрите мой рисунок фигуры. Вот. А у нас есть проект «Художественное усилище онлайн», да, группа такая ВКонтакте, где мы пробуем пожить как бы в атмосфере какого-то обучения серьезного, да? И там у нас люди вначале, как, в общем-то, это и положено, рисуют вначале геометрические тела, отдельные предметы, натюрморты и так далее, и так далее. Достаточно долго, а уже потом приходят к портрету и к фигуре. Как, впрочем, это и делается везде и всегда. Так, поэтому наши ролики, вот, посвященные как раз вот фигуре, они предназначены для тех, кто уже все предыдущие этапы освоил. Это, во-первых. Во-вторых, они не могут заменить с собой рисование с натуры, с живой моделью. Потому что часто бывает так, что, ой, вы знаете, я живу в таком месте, где у меня нет никаких студий, нет, натуру, где же я ее возьму, поэтому не обессудьте, я просто срисовываю с экрана. Нет, так делать не желательно, вот, а желательно с натуры рисовать. А как дополнение, да, можно наши ролики использовать, как дополнение. Вот такой вот момент. Вот, и так, что у нас происходит? Мы легким таким тончиком наносим сейчас рисунок фигуры. Постепенно у нас были вначале просто оси намечены, да, а затем он становится как бы конкретнее. Но обратите внимание, что это все равно не есть точная контура, это скорее обобщенный абрис. Это вот очень важно. Обобщенный абрис, в котором задана поза. Задана поза. Вот такой вот момент. То есть мы к конкретному контуру выйдем уже потом. А может быть вообще к нему не выйдем. Потому что это вторично. Этот момент нужно, конечно, осознать. Вот. А вначале мы берем оси. Затем как бы от осей мы уже двигаемся к контуру, да. Но тем не менее, как бы мы... Тем не менее, мы... Конкретный контур не даем. Просто у нас как бы добавляются как бы габариты какие-то, да. Но все равно это обобщенный абрис. И вот важно, чтобы через этот абрис движение работало, так называемое. То, на чем мы все время как бы запариваемся, да, применительно к фигуре. Это передача движения. Самых наших начальных роликов. Вот. И большой раздел у нас по наброскам есть, где тоже эта тема постоянно, постоянно, постоянно поднимается. Потому что это, возможно, самый главный фактор применительно к фигуре человека. То есть, могут быть набраны пропорции, могут быть какие-то подробности невзятые. Это все... При этом, если движение взято, фигура будет работать, будет живой. Если взяты пропорции, взяты все подробности, а движение не взято, то, вот, соответственно, будет плохо. Это надо очень хорошо понять. Поэтому, естественно, что регулярно нужно делать наброски. Это очень важно. С натуры. Прежде чем прийти к рисунку фигуры. Потому что, по сути, что мы здесь видим? Мы видим, что любая длительная работа, она начинается как набросок. Просто размер больше. А так это все тот же набросок. Все тот же линейный набросок вначале. С тем, что мы вначале намечаем оси. Вот. Вот такой вот момент. Ну, конечно, желательно на пропорции нам тоже поглядывать. Да, само собой, надо понимать, что как только мы пытаемся изображать фигуру, сразу могут быть сложности с пропорциями. Да. Это вот второй фактор, на который надо обращать внимание. Вот. Ну, и характер отдельных форм. Вот это вот важный момент. И желательно, чтобы характер отдельных форм, вот он через одежду тоже тихонечко работал. Вот такой вот момент. Ну, вот мы пытаемся там размечаться. Сейчас там что-то такое немножко есть. Там, где рубаха торчит немножко у нас. Получается низко, наверное, панцирь, да. И поэтому, соответственно, доспех низко, да. И поэтому, соответственно, получается короткая рубаха. А, и сама рубаха ниже должна заканчиваться, да. Видите, может быть, еще поэтому. То есть панцирь надо, по идее, вверх немножко двигать, да, а рубаху вниз. Вот. Появились кисти рук, да. В одной у нас меч, в другой ножны. И вот интересно, что вот, как бы, верхняя часть ножен, да, вот, куда вставляется меч, она отделана мехом. Сразу такое выразительное. Вот, а ролики, в которых мы пробовали эту же постановку рисовать сначала в виде просто обнаженной фигуры с мечом. Вот, и затем рисовать фигуру, соответственно, вот, в этом костюме. Потом еще у нас живопись фигуры, да, просто с мечом. Вот. Они у нас расположены, соответственно, в плейлистах рисунок фигуры, да, и живопись фигуры. Более просто раньше, по счету, эти серии. И, как бы, вот, такие постановки делать, где вначале рисуется фигура, а затем она одевается, это полезно. Полезно, ну, по крайней мере, иногда так делать, в общем, интересно, и могут быть параллели. Потому что, конечно, первое время человек, когда он видит одетую фигуру, у него там непонятно, что он себе может понять, где там что проходит. Вот, и, конечно, должен сказать, что, как бы, если наш ролик смотрят реконструкторы, да, которые, в которых появится желание попозировать, то обращайтесь. Я думаю, что и нам будет полезно, и к любым другим художникам тоже. Думаю, что студия, где рисуют с натуры живую, живую модель, да, всем будет интересно порисовать. Вот, немножко голова сейчас крупновато кажется, а все почему? Потому что длинная шея, да, немножко длинная шея, хотя там вроде бы она так и есть. Ну, может быть, чуть-чуть надо, можно чуть-чуть, видимо, опустить все-таки макушку, и, по-моему, потом как раз и будет подрезаться. Ну, вот такой вот линейный рисунок, да, то есть, по сути, как набросочек. И сейчас по нему, собственно говоря, будет просто раскрытие. Более-менее нужно себе стараться все-таки представлять колорит по возможности. Вот, ну, конечно, для того, чтобы вот заниматься живой фигурой, да, должен быть уже опыт портрета и до этого опыт живописи натюрмортов. Сейчас немножечко пробуем подбирать цвет. Ну, должен сказать, конечно, что видеосъемка делает все немножко цветнее, чем есть, то есть в жизни все немножко более серое такое и сдержанное. Ну, раскрываем большие куски крупные, да, и сразу же туда вносим какие-то градации. То есть не зависаем, да, не вымучиваем там оттенки, а стараемся раскрывать по возможности быстро, динамично и в то же время какую-то игру туда внося. Вот, а при этом надо понимать, конечно, что мы попасть в какой-то цвет можем только по отношению к цвету. Ну, ко всем остальным. Всего остального еще нет, поэтому, конечно, все это возможно еще будет требовать своих корректировок, но, с другой стороны, если уже приходим к живописи фигуры, надо уже какой-то опыт о живописи, собственно говоря, уже иметь. Как вариант, конечно, раскрыть вначале фон, потому что он больше по площади, он, как бы, нам сразу колорит задаст. Вот, то есть можно двигаться от фона и от больших крупных пятен к мелким, можно двигаться наоборот, как бы, от центра. Вот. Преимущество, если вначале раскрыть фон и наиболее крупные пятна, да, в том, что мы, как бы, сразу задаем колорит. Преимущество движения от центра, то, что ты, ну, как бы, сразу прописываешь центральную зону, пока ты более свежий, да, вот. Вот. А затем уже, когда происходит утомление какое-то, да, то он выходишь на периферию. Вот. Но сейчас мне уже кажется, что лучше от центра не начинать все-таки. Вот это вот какое-то время прошло, я так думаю, да. Наверное, все-таки лучше, может быть, задавать вначале общую среду. Вот. Но просто это делать быстро, да, так, чтобы не замучиться. Вот. А затем уже решать то, что ближе к центру. Собственно говоря, выконопись традиционно так тоже делается. То есть, вначале раскрывается все, а потом уже личное. Сначала что-то задающее общего, общий колорит. Вот. Но можно и так, как вот сейчас. Да, показываем. Но, естественно, что нужно замешивать цвет, очень важно. То есть, должна быть игра. Стараться, чтобы было живописно все это дело. Там не черная, конечно, краска, там она более сложная. Сейчас толком не видно. Там и на натуре, да, рубаха не черная. И на самой работе она достаточно тоже просто очень темная. Вот. Ну, вот сразу какие-то градации вносим, да. Обобщаем. Укрупненно обобщенно, да. То есть, крупные градации. Достаточно давнишняя съемка. Потом уже пришло осознание, что надо все-таки как-то ставить палитру в кадр. И в более поздних каких-то роликах там уже палитра, она как бы в кадр попадает. Стараемся рисунок, конечно, не терять в этой ситуации. То есть, наоборот, он... Надо ставить задачу, чтобы он стал более выразительным за счет того, что мы по вот этому рисунку раскрыли, да. Он еще должен откорректироваться, желательно стать более выразительным. Вот. Ну, чтобы рисунок ухватить, да, вот мы пользуемся тем, что у нас у синтетической кисти, в частности, есть ребро. Ну, и даже если бы это была бы щетина, то есть, она заточена, это тоже более-менее есть ребро. То есть, мы как бы ребром кисти действуем вдоль линии, да. Желательно, конечно, все время не терять ощущение, что мы работаем с фигурой. То есть, в том смысле, что движение должно работать через все, что мы делаем, да. Потому что, когда это кончается, то и фигура, работа над фигурой тоже, к сожалению, не заканчивается. Начинается фигура, работа над деталями. В этом плане надо стараться смотреть больше примеров. То есть, всегда, когда мы видим хорошую профессиональную работу, она может быть не очень прописанной, да, но движение взято. Стараемся посложнее мешать цвет, конечно, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, немножко темновато, да. Все это выглядит. Сейчас надо будет посмотреть. То есть, либо это просто... Я темнее брал, чтобы потом посветлее сверху пройтись, да. Здесь как бы тон теней... Скорее всего, из-за этого. Значит, соответственно, смотрим, чтобы... Вот фигура, да, то есть, обрез голени, да, он должен нам являть, что... Характерный обрез голени и в той же мере расположенный так, чтобы движение работало, да. Поза фигура работала, да. На чувство должен быть он верно расположен. Вот это вот ощущение, как бы, от фигуры, да. Вот в любой части тела, которое намечаешь, да, должно быть ощущение от фигуры. Что фигура живет, стоит, дышит, да. Видите, удобно. Синтетикой, конечно, да, то, что ребро, оно достаточно тонкое, оно все-таки дает. Доль края, как бы, режущим таким движением, на самом деле, да. Доль края, как бы, режущим таким движением, на самом деле, да. Видите, что даже небольшие пятна, в общем-то, можно крупной кистью взять, действовать, как бы, ребром, уголочками. Что, конечно, дает сразу скорость, с одной стороны, с другой стороны, это еще и полезно, потому что, соответственно, ты, как бы, вынужден управлять кистью, да. Если у нас кисть маленькая, где мы вынуждены много раз тыкать, то, во-первых, это долго, во-вторых, никакой нагрузки на владение кистью, на управление ее не возникает. Спасибо. 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 В то же время нужно смотреть важный момент, чтобы мы не просто стремились по тому рисунку линейному, который есть, просто аккуратно закрасить пятна. То есть, нужно понимать, что любая линия может быть не на своем месте. Если ты механически просто раскрашиваешь, то можно, во-первых, и не точно это сделать, все равно будет погрешность. И, во-вторых, можно просто глупость повторить, которая где-нибудь обязательно была. Вот. Поэтому, на самом деле, нужно как бы вот тщательно по линейному рисунку как бы раскрывать, не портя его, но при этом обязательно стараясь сделать его лучше. То есть, каждую линию подвергая сомнению, что она здесь или не здесь. А вот сейчас уже пошли какие-то еще тан-полутона. Уже тан-полутона, тона дополнительные, да, видите. То есть, мы что-то перекрашивать начали. Хотя еще кисти рук не раскрыты. Вот. И что хорошо в этой ситуации? Все время стараться поглядывать в целом. Все время спрашивая себя, где, в каком месте мое вмешательство нужнее всего, да. Вот. Ну, вот кисти розовеют, да, туда, к пальцам вниз, да, поэтому немножко это можно и утрировать. Все время. 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 Продолжение следует... Вот уже у нас в этих пятнах основных пошли не подробности, конечно, а просто какие-то еще дополнительные полутона, крупные. Можно предположить, что сами пятна неверно взяты по тону. Так оно, впрочем, и есть. Вот, и в них какие-то крупные пятна, можно тоже какие-то градации внести. Продолжение следует... Это важно улучшить. Это при том, что все равно какие-то градации цветовые, видите, мы вносим оттенки. То есть два в одном мы замешиваем. Да, стараемся замешивать, как-то интересно. Вот, ну, если уже есть опыт живописный, да, там какой-то, то это как бы не так сложно. И в то же время правильно положить по рисунку. Ну, естественно, что будут косяки, само собой. Но сам вот вектор, он вот такой. То есть не механически раскрасить, а еще как бы уточнить рисунок. Замешивая цвет, да, еще стараться еще уточнить рисунок. Вот, а цвет замешивать, это что значит? Что мы даем какой-то основной доминирующий, но в нем уже сразу еще и градации какие-то. Какую-то игру. Ну, для этого фона, конечно, кисточку хорошо бы уже сменить было. Да, это вот такой немножко совсем правильный момент. Хотя можно боком, да, давать более крупный мазок действия кисточкой не вдоль, а поперек, да, в волос. А сразу остается шире. Вот. Хотя, конечно, удобно выводить силуэт, мелкая кисть. В этом плюс. Но более-менее какие-то просторы раскрывать, это, конечно, совершенно неэффективно. Наша серия первая потихонечку к концу подходит. Где-то, по-моему, на 4 серии удалось разбить это задание. В общем, достаточно короткая, да, по сути. Консистенция жидкой сметаны, да, или, можно сказать, такого густого кефира. Очень удобно. И ложится хорошо, и сразу, и сразу практически укрывает. Ну, конечно, колонковой кисточкой, да, это одно удовольствие писать. Ну, на лаке, да. То есть, в качестве разбавителя лучше использовать лак. Хотя, это непринципиально, конечно. Есть сторонники просто писать на разбавителе. Есть сторонники тройника. Ну, вот так вот, наверное, оно поадекватнее немножко. То есть, оно спокойнее. Вот, это наша группа давнишняя ВКонтакте, где много полезной информации. Там еще давнишнее расписание занятий лежит. Но, правда, сейчас, по-моему, чуть-чуть уже поменялось. Это наша группа, такой некоммерческий проект, да, где мы пытаемся пожить, общаясь с группой ВКонтакте, да, пожить в атмосфере, как бы, в художественном училище такого. И это сейчас будет моя почта, вот. Но, дамы и господа, если вы хотите прислать какие-то свои работы, то лучше не в личку и не на почту, а вот в наш проект художественное училище, да. Вот, может, на стеночку. Вот. Спасибо вам, дамы и господа, за ваше внимание. Всего вам доброго. Хороших вам живописей и рисунков. До новых встреч.